Семя Алим, добрый вечер. Добрый вечер, Телли. Комментируя предстоящие переговоры, Арарат Мирзаян выразил такой осторожный оптимизм. Как вы считаете, удастся ли достичь соглашения с армянской стороной и четко отразить все эти положения в мирном соглашении? Смотрите, Телли, со слов того же самого Арарата Мирзаяна, якобы камнем представления было то, что Азербайджан уклонялся от того, чтобы зафиксировать в мирном договоре между Азербайджаном и Арменией отсылку к Алматинской декларации по вопросу делимитации границ. Хотя в действительности Азербайджан выступал не против того, чтобы ссылаться на Алматинскую декларацию, а против односторонней и весьма специфической интерпретации этой декларации. Я хочу напомнить, что Армения ратифицировала эту декларацию с оговорками о том, что это не касается территории НКР, так называемой, который самоопределился, но и заодно и все эти деревни, которые восемь оккупировали, и прочее, и прочее художество. Они все это дело при ратификации Алматинской декларации сделали, и в Конституции у них есть еще отсылка к декларации о независимости, с которой Карабах и Армения как бы объединились. Все это оставалось, и Азербайджан говорил, что с подобной двусмысленностью, скажем, отсылать этот вопрос к Алматинской декларации Азербайджан не будет. Ну, в общем, находится сейчас развязка и этого вопроса. Вы видите, что мы начали делимитацию с возвращения четырех азербайджанских деревень и признали о том, что еще четыре в качестве азербайджанских эксклавов остаются предметом переговоров на будущее. Ну и по Карабаху уже несколько раз Никол Пашинян заявлял, что да, это территория Азербайджана, деваться им некуда. Ну, это, в общем, заявление для нас же важно, что даже если, скажем, документ, который будет принят, и те противоречия, которые сохраняются между этим документом и соответствующими решениями противоправными армянского парламента, они, если сохраняются, ну, как будто в договоре есть оговор. Стороны не могут интерпретировать или же делать какие-то отсылки на внутренние законодательства, которые противоречат будет вот этому заключаемому договору. Ну, тем не менее, Азербайджан, я думаю, что, если поставить свою подпись, с ратификацией не будет спешить с тем, чтобы армяне не занимались традиционным, значить эквилибаристикой, примет этот договор, принят приемлемый для Азербайджана и соответствующий международному праву форме, будет он ратифицирован, и Азербайджан точно так же, шаг за шагом, будет двигаться вперед. Но сейчас, с учетом того, что, ну, встреча министров пройдет в Алмате, где в свое время эта декларация провозглашалась и подписывалась бывшими союзными республиками, я, кстати, участвовал в этом саммите в составе азербайджанской делегации, и там как раз-таки Левонтер Петросян никаких оговорок не озвучил, вот он сделали они уже по возвращению в Ереван. Ну, думаю, что есть очень хорошие шансы, что и Азербайджан, и Армения могут серьезно продвинуться в вопросе, ну, согласования текста будущего мирного договора. Ну, мы знаем, что с момента последней встречи Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзаяна в Берлине 28 февраля изменилось, ну, достаточно многое. И вот на площадке Астаны, как вы отметили, министры будут встречаться уже без посредников. Насколько вот этот момент важен в переговорах? Да, ну, я хочу обратить внимание, что казахское руководство заявило, что мы не посредники. Мы просто предоставили площадку, это обычно называется, оказываем добрые услуги. Ну, я хотел бы подчеркнуть, что ведь и в Берлине никаких уже посредников не было. Ну, да, канцлер, скажем, встречался с обеими лидерами. Потом в дальнейшем Анна Лена Бербок, глава МИД Германии, она как бы, ну, открывала эту встречу. А дальше уже стороны в двустороннем формате имели разговоры. Здесь, насколько я понимаю, и этого не будет, потому что вообще-то столица Казахстана – Астана, а встреча будет проходить в Алмате. То есть не там, где расположены все государственные институты Казахстана. Ну, Николу Пашиняну, как мы видим, противостоят требования значительной части армянского общества, которое не готово мириться с новым положением дела на земле. И все-таки, как вы считаете, как дальше будет себя вести премьер-министр Армении? Ну, смотрите, я думаю, что картинку вот этого марша, который сейчас с армянского Тауша, вроде бы сейчас по побережью Сивана, топы до Еревана показывали, в том числе и у вас, значит, в эфире. Ну, есть такое выражение, по-моему, Гегель говорил о том, что история повторяется. Первый раз в виде трагедии, а второй раз в виде фарса. Ну, если, скажем, марш, который совершил Никол Пашиняна, который привел, ну, сотням, тысячам его сторонникам в Ереване, в конечном итоге, свержению коррумпированного режима Сержа Саркисяна, сейчас вот это, ну, скажем, неприглядное зрелище, посмотрите, оно, в общем, ну, кроме иронии ничего не может быть. И вот это все, что сегодня, значит, противники Никола Пашиняна, в лице ведь не только этого папа, который шагает впереди колонны, но и, в общем, открыто солидаризировался с ним. И Роберт Кочарян, и Серж Саркисян обещали свою поддержку, ее пока не видно, ну, и, видимо, они собираются эту массовку обеспечить уже на входе в Ереван. Сомневаюсь, потому что если у них раньше, по-моему, малейшая была бы возможность самостоятельно организовать какое-то массовое наступление противников Никола Пашиняна в Ереване, они давно бы это сделали. Ну и возвращаясь к переговорам, вот как мы видим, Армения сейчас, ну, идет на более-менее такие конструктивные взаимодействия с Азербайджаном. Это все-таки, как вы считаете, такая политическая безысходность или все-таки, ну, добрая воля? Ну, какая тут добрая воля? Неоднократно познакомившись с азербайджанским железным кулаком, ну, многие политики в Армении начинают приходить, ну, приводить в соответствие с реалиями собственное мировоззрение, восприятие политики, восприятие своей страны, региона, международного права. И, в общем, это, ну, скажем так, результат того, что Азербайджан не только победил во Второй Карабахской войне и провел однодневную эту антитеррористическую операцию, но он смог собственные действия, несмотря на то, что мир в значительной степени занимал проармянскую позицию, и дипломатическими своими усилиями убедить мир в полном соответствии собственных действий с международным правом. Ну, а когда международное право на нашей стороне и сила у нас есть, это международное право, ну, ограждающее интерес Азербайджана защитить этой силой, я думаю, что рано или поздно с этими реалиями приходится считаться все, в том числе и армянским политикам, которые сегодня возглавляют эту страну. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Спасибо, Грассим Мусабеков, депутат парламента Азербайджана, к нам подключался.